Здравствуйте, меня зовут Диана Щербанская. И то, что мы с вами сейчас будем обсуждать, это связь наших отношений с папой. Неважно, был он у вас, не был, он был доступен или недоступен. Так вот, связь отношений с отцом и счастливый брак. Я даже скажу больше, и вообще возможность выйти замуж. То есть вот эти два аспекта, выйти замуж и быть счастливой в браке. Согласитесь, это не одно и то же. И оба эти аспекта, они связаны с отношениями с нашим папой. Если вам эта тема интересна, вы хотите послушать ее дальше, я готова вам ее рассказать. Но сейчас поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И то, что я буду рассказывать вам сегодня, является частью огромного коучинга, который идет 8 занятий, он называется «Гармоничное отношение». И одно из главных занятий, то есть на каждом занятии мы рассказываем об отношениях с папой, с мамой, с мирозданием, с самим собой, с детьми. И вот занятия, посвященные отношения с отцом, это невероятная мощь. Там скрыты столько ресурсов, там и самооценка, и успех в социуме, и деньги, и сексуальность, и замужество. Вот сегодня мы поговорим с вами о том, как в нашей психике связан наш счастливый брак и отношения с отцом. Что нам здесь надо понимать? Первое, что мы своего папу всегда, все, это не только у вас, но у всех детей на планете Земля, мы папу видим глазами мамы. Другими словами, в психотерапии мы говорим, что мать преподносит отца своим детям. Вот какие у мамы были отношения с отцом, как она хотела настроить детей, так она и настраивала. Мы в полной власти нашей мамы. Мы можем говорить, нет, это объективно, но факт есть факт. Факт, это объективная история, как мы относимся к нашему папе, она полностью связана с тем, как наша мама нам его презентовала. Она говорила, он неудачник, и мы начинали видеть все его ошибки, понимаете? Она давала нам фильтр, и мы через этот фильтр начинали видеть его ошибки и не видеть его удачи. Она говорила, он ленивый, и мы видели, как он тут спит, тут не доделал, тут обещал, не сделал. Она говорила, он такой деспот, он меня мучает. И мы видели каждое папина какое-то грубое слово по отношению к маме, и через этот фильтр это грубое слово становилось огромным камнем преткновения. Так вот, первое, на что нам надо обратить внимание, на том, что родного папу мы не знаем, мы его видим глазами мамы. И когда мама его ругала, и когда мама его хвалила, она это делала с какой-то своей целью. И будучи женщинами, мы можем понять, что наши дети воспринимают наших мужей и своих отцов именно через наши глаза. Это большая ответственность. И дальше мы смотрим, как это повлияло на наше желание или нежелание, возможность или невозможность выйти в брак. Если наша мама рассказывала о том, как ей тяжело живется в браке с отцом, если она вас на это настраивала, и вы, еще раз, мне хочется, чтобы вы здесь еще раз меня услышали. Это не вы видели, как маме было тяжело с папой. Это мама рассказала вам, и дальше вы видели только эту картину. Мы всегда на стороне матери. Когда-нибудь вы посмотрите на моих каналах, то есть на моем канале, посмотрите видео, посвященные матери, и вы поймете и узнаете, что любовь ребенка к матери заставляет его убивать самого себя, заставляет ребенка, выросшего, уже убивать своих детей, совершать великие открытия, зарабатывать миллионы долларов. То есть все самое-самое прекрасное и все самое-самое ужасное мы делаем, потому что мы невероятно любим нашу мать. И это и тема для манипуляций, и тема для политических спекуляций, и тема для великих духовных прозрений. То есть эта любовь настолько сильна, настолько огромна и всеобъемлюща. Внутри нас нет ни одной части нас, которая бы не любила нашу мать. Вам очень важно это понимать, тогда вы лучше поймете, почему вы принимаете такие решения. И вот если ваша мама выступала все время в роли жертвы, и вы видели, как ей тяжело в браке, вы примете решение из любви к матери, что в браке очень плохо. И для этого не исцеляют отношения с мамой, для этого нужно посмотреть на отца, увидеть что-то другое о своем отце, увидеть, как он строил отношения с вами, как он строил отношения с жизнью, насколько он был добр к вам. То есть поменять свой фильтр восприятия, и только поменяв этот фильтр, вы, получив эти интересные факты, что папа был немного другой, у вас начнется внутри перемена картины о том, какой будет брак. И тогда внутри у вас начинается, когда это рождается новая картина, когда вы начинаете потихоньку видеть отца с другой стороны, как будто бы мама села рядом с вами и потихоньку вам рассказывает другую историю. Как будто бы она так на ушко нашептывает, ты знаешь, на самом деле мне было с ним и хорошо тоже, просто я тебе этого не рассказывала. Ты знаешь, у нас были прекрасные моменты, ты знаешь, у нас был прекрасный секс, или у нас был и хороший секс, но мы этого раньше не знали. И вот теперь просто представьте, что этот рассказ начинает проявляться внутри вас. Вы начинаете слышать и эту историю, и отец из злого гения становится все более человечным, все более хорошим человеком. И вот тогда ваша картинка замужества начинает меняться. Это история номер раз. История номер два. Почему мы вообще не хотим выходить замуж? Это тоже связано с отцом. И это связано как раз с тем моментом, когда девочка, любя маму, решила выйти замуж за папу. И она, спасая маму, она прямо ставит маму за спину и говорит, я буду тебе женой, такой, как тебе надо. И такие девочки будут часто в своей жизни такими очень успешными, очень активными. Очень часто эти женщины сверхкрасивые. Если девочка видела, что мама не блещет красотой, а для папы это важно, она может стараться стать красивее. Там мама была грустная, девочка постарается быть веселой. Мама была такая вся в жертве, девочка постарается быть спасателем. То есть она будет создавать эту антитезу. И она не выходит замуж сегодня, потому что она уже замужем за папой. И она это делает не потому, что она так любит отца. И не потому, что она прямо всю жизнь мечтала за него выйти замуж. Очень часто, когда я разговариваю с клиентами, и мы докапываемся до этой истины, они говорят, да и мне никогда папа не привлекал, не сексуально, да он не красавец, это вообще не мой типаж. Но из любви к матери мы приносим себя в эту жертву. Мы идем замуж за отца. Потом мы будем думать, что это любовь, что мы так любим папу, что я папина дочка. Но там всегда будет очень много боли, потому что мы предали себя в этот момент. И вот здесь исцеление отношений с отцом в том, чтобы увидеть, что ему не нужна я как жена. Что у папы есть вот эта вот жена или была жена. Очень часто это еще происходит, когда папа ушел от мамы. И девочка понимает, папа ушел от мамы, мама была недостаточно хороша, я буду лучшей женой для папы. И вот увидеть, что эта история между ними, и что они пара, а не я пара и отец, это исцеляет внутри у нас, вот это наше решение, что я уже замужем. И тогда этот союз разрывается, осознание лечит его, и появляются кандидаты на роль женихов. А пока место занято, женщина всегда будет говорить, что нужных ей мужчин просто нету. Это одна и та же история. Вот об этом мы говорим на коучинге о гармоничных отношениях. Но мы не только говорим, мы там делаем очень много практик, кейсов, упражнений. Мы так построили коучинг, чтобы каждое занятие длилось 2-2,5 часа, потом домашнее задание, потом работы в паре, со мной работа индивидуальная у каждого. И только через неделю следующее занятие. У нас есть целая неделя для того, чтобы решить все вот эти аспекты, которые поднимутся, например, об отношении с отцом. Это очень сильный проект. Я подошла туда, знаете, со всем своим мастерством. Я замахнулась на такой проект, будучи очень хорошим мастером. И дает сильные результаты. И я этому очень рада, что мы не только идем в коучинг только про одного родителя, но и про отца, и про мать, и про детей, и о Боге, и о себе, отношении с собой. У нас каждое занятие 8 занятий и 8 разных тем. 8 аспектов мы будем исцелять. Очень сильно. Приходите, подписывайтесь, смотрите. Я всегда вам рада. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео. И вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.